Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он ходит на часы и явно чего-то ждет. Чего? Ответ на этот вопрос знают все его коллеги. На танцы все время ходит, занимается танцами. Какие танцы? У него парные танцы, но не знаю, как называется. Они называются бальными. В них наш герой утонул три года назад. Странные для зрелого мужчины хобби одни осуждают, другие одобряют, третий завидуют, а четвертые разделяют. Прямо на рабочем месте в обеденный перерыв Ренат пробует наставить на истинный танцевальный путь тех, кого заразил своей паркетной страстью. Ча-ча, потом чек, потом это. А ты хочешь вот это? Да, потом ее. Сегодня в его руке рука Елены. Они станут парой лишь на несколько минут, и мгновенно преобразятся. Спины выпрямятся, глаза вспыхнут, ноги заскользят, прохожие остолбенеют. Ча-ча-ча сегодня заменит им обед. Ренат говорит, подождать может целый мир, только не танец. Пообедать, поужинать, зубы почистить, душ принять. То есть вот такая же потребность. В танцевальной студии Ренат самый зрелый, ему 53. Хотя в нашем городе есть ученики и постарше. На эту студентку журфака оглядываются и заглядываются. За шесть лет ее преклонный возраст, уверенные походкой, капитанские погоны так и не стали для ОГУ явлением привычным. Среди многотысячной армии мучеников науки Александра Воробьева, как ни крути, самая заметная и, само собой, самая зрелая. Профессура с ней на «вы», а она с их дисциплинами почти на «ты». Ну все, Александр Максимович, сессия последняя позади. Впереди у нас госэкзамены. Ирина Зацепина говорит, Воробьева самая усидчивая и прилежная студентка. В ее зачетке нет ни одной тройки, да и четверка гость нечастый. Привычка у нее такая – учиться, ведь это образование четвертое по счету. Такую зрелую отличницу разгильдя и однокурсники в студенческое братство приняли с удовольствием. Сначала им было интересно, как это так, Александра Максимовна. Там группа еще молодая в основном у них. Потом они стали как-то, по-моему, даже и подсписывать иногда у Александра Максимовны, потому что у нее всегда есть. Ну я же она молодая. Ну она у них, по-моему, в группе лучшая подружка. А для самой Александры Максимовны лучшая подруга – книга. За шесть лет обучения эта заочница почти прописалась в библиотеке. Она не признает компьютер, уверена, общение с учебниками тот не заменит. Курсовые контрольные пишут исключительно от руки и даже представить боится, сколько ручек исписала за время обучения. Так легче, во-первых, подготовиться частями когда. А это что, это компьютер, понимаешь, это пользы очень мало дает компьютер при подготовке. Так нелестно о компьютерах отзываются далеко не все ровесники Александры Максимовны. За этой дверью ежедневно больше двух десятков пенсионеров ищут общий язык с современными технологиями. Возраст тех, кто за партами – от 50 до плюс бесконечности. Они пока не знают, что такое монитор и процессор, но точно знают, зачем сюда пришли. Дети в Самаре, вот хотелось с ними общаться по скайпу. Трудно выходить. Что-то. Для дачи что-то, чтобы взрываться. Чтобы не быть задвинутым. Ну, чтобы быть со временем. Но меня в данном случае интересует, допустим, спорт, живопись, музыка. Ну, вообще, вот, широкий раздел. И хочется познать побольше. То, что их внукам кажется элементарным для этих учеников, равносильно китайской грамоте. Прямо два раза быстрее. Раз, раз, два. Кажется, куда проще кликнуть по мышке пару раз. Но для этих учеников первые уроки превращаются в настоящую погоню за курсором. Каждому здесь требуется не только персональный компьютер, но и персональный инструктор. Однако эти самые инструкторы уверены, у зрелой гвардии обязательно все получится. В прошлом году общий язык с компьютером здесь нашли около тысячи человек. Самому зрелому юзеру было 84 года. Главное – объяснить им. Техника не кусается. Они приходят, они не знают, что такое мышь. Они не умеют ее передвигать. То есть нам приходится их обучать буквально, работать с мышью. Не бояться компьютера, то есть не бояться клавиатуры. Мы их учим преодолевать этот барьер, что они ничего не могут поломать, ничего не могут стереть. То есть они опасаются вот этого. Среди старательных и усидчивых учеников встречаются и те, кто откровенно халтурит и уроки учить не собирается. Елена приходит сюда только для того, чтобы послушать музыку. Дальше отношения с компьютером не складываются. Он на меня не реагирует. Мы не находим общий язык. Но здесь уверены, отношения обязательно сложатся. Прецеденты уже были. Бабушки и дедушки непременно выйдут в виртуальное пространство, начнут штурмовать социальные сети и писать обращения к губернатору, а то и президенту. Девушки и дедушки и дедушки и дедушки. Пока Яна осваивает буквы, его бабуля присматривается к новым акциям и пробует просчитать, на что цена повысится, а на что упадет. Для этого прежде нужно мировые новости промониторить. Стоит только каким-нибудь произойти катаклизмом, даже буквально что-нибудь там с американским президентом, и тут же сразу нефть повышает. А ведь если нефть повышается в цене, то она тут же отражается на любом рынке. В этот виртуальный бизнес она вложила реальные сбережения. Небольшие, потому и прибыль не пролилась золотым дождем, но под спорем для пенсии стала. Ну уж 500-600 рублей, наверное, заработаешь всегда. А может и потерять. На торгах одного расчета мало. Здесь выдержка, терпение и везение нужны. Последние иногда от Ларисы Анатольевны отворачиваются. Чувствую, что уже, так сказать, они у меня лежат, 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 а мне так не хочется, не хочется на них заработать. А цены все нет и нет, и я их взяла и продала, и немножечко на них проиграла, и вдруг цена резко пошла по Газпрому вверх. О, это очень обидно, потому что я тогда прощелкала, извините меня, довольно изрядную сумму, где-то рублей 800-900, они у меня вылетели просто. Яна пока во все финансовые тонкости не посвящают. Мам, у меня чейный бокальчик такой? Да вот видишь. Он даже не подозревает, что сидя у компьютера, бабуля пробует заработать ему на сладости. Вон, смотри, вон поезд идет. Это значит, биржа бежит вперед, да? Биржа бежит вперед, и Лариса Анатольевна старается не отставать и признается. Это сравнимо с игрой. Чем больше проигрываешь, тем сильнее хочется отыграться. Интерес, так сказать, приходит во время игры. Азарт какой-то наступает. Пока одни с помощью знаний пробуют заработать прибавку к пенсии, другие эту самую пенсию пускают на недостающие знания. Александре Воробьевой очередное образование влетело в копеечку. Каждый год за обучение отдавать приходилось по 18 тысяч рублей. Музрелая студентка уверена, знания дороже любых денег. Все, что у меня есть, я бы отдала, понимаешь ты? Я не знаю, квартиру как бы случилось, но чтобы учиться, за учебу я все бы отдала. Ну и я телевизор хотела продать. Внучка остановила бабулю. Постой, ты понимаешь, постой. Я, у меня практика будет, я на практике получу, я тебе денег дам. За свои 76 лет эта женщина успела поработать учителем немецкого, потрудиться зоотехником в селе и отдать 25 лет жизни службе в милиции. Что привело ее в журналистику? Дефицит знаний. Александра Максимовна задумала писать книгу об отце, который погиб на войне, но столкнулась с проблемой. Книгу-то я затеяла, а ведь писать, писать, нужно знать о чем писать, о ком писать и что писать. Да, как. Но сегодня на носу главное испытание – защита ГОСОВ. К ним 76-летняя студентка готовится днями и ночами. От сессии до сессии ей не до веселья. Я в ночь посплю 4 часа, это чудо. И то с перерывами. Я прерываюсь, прерываюсь и опять сажусь за стол, и сонные начинают. Ага, вот это вот, это беру, другой учебник, надоело, это тоже все это самое. Впрочем, и после сдачи ГОСОВ отсыпаться Александре Воробьевой будет некогда. Ведь нужно успеть написать целую книгу. На нее она намерена потратить 30, а то и 40 лет своей жизни. Сколько же эта студентка намерена прожить, спросите вы? Не меньше 130, просмеется она вам в ответ. Ренат Якупов отчетливо помнит тот день, когда в голове вдруг щелкнуло. Я хочу танцевать. Увидел рекламу, большую вывеску. Приглашаются взрослые любого возраста на танцы. Бальные. Решил рискнуть. Он рискнул и не пожалел, несмотря на то, что первые полгода чувствовал себя абсолютно неподвижным, а сейчас будто гуттаперчевый. А если правильно работаешь бедрами, то тогда все очень легко получается. Среди работающих бедрами он единственный мужчина, значит, единственный потенциальный партнер каждой из танцующих. Одну он закружит в вальсе, с другой отдастся танго, с третьей кинется в румба. Надо сказать, среди танцующих дам тоже в основном те, кому за. И каждый день после работы, отставив домашние хлопоты, они мчатся сюда, чтобы скользить. Скользить и молодеть. Лена Зирюкова танцевать мечтала с детства, а созрела лишь год назад. Теперь она звезда любой вечеринки. Я, в принципе, стараюсь танцевать абсолютно везде, где только я слышу музыку и на каких-либо вечеринках просто понимаешь, что танцуешь лучше, чем все остальные, и на тебя обращают внимание. Потому что говорят, о, как ты интересно двигаешься, как-то странно. Людмилу в эти стены привел собственный день рождения. Как-то это все еще приурочено к моему юбилею, у меня юбилей будет весной. Я его решила встретить очень достойно в танце. Пришла ради юбилея и решила остаться. Такое здесь случается часто. Почти все танцующие мастерство свое здесь оттачивают ежедневно по 2-3 часа. И, что характерно, не устают. Наоборот. Мы можем, конечно, даже и болеть. В этот день мы можем чувствовать себя не очень. Но вдруг где-то за полтора часа до тренировки начинают включаться какие-то часы. Начинаешь собираться, начинаешь как-то вот бодриться и не чувствуешь никакой усталости, никакого плохого настроения. Каждый из участников тренировки оживает на определенной минуте. Привычка учиться появляется на свет вместе с человеком. Чему и как учиться, каждый выбирает сам. Кстати, за то время, пока наша программа готовилась к эфиру, Александра Максимовна сдала госы на 5. Ренат вроде как наметил себе постоянную партнершу для танцев, а маленький Тимофей научился ходить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова